хайоу у нас ребята тут 2 помимо основного чемпионата по квик чемпионс в рамках квиккон был еще несколько таких любительских на как правильно назвать не центральных степенных турниров там был 2 и вот так же был квик 2 турнир так же онлайн как и все сейчас опять же по поводу в честности и нечестности но ребята не забываем даже сейчас поэтому вот как есть такие можно принимать нового смысла критиковать нет тому что ну выбор просто нет ждем когда возобновится лана соответственно возвращаюсь к нашей теме это турнир по квик 2 дуэльный организатор джихарь такой известный очень американский комментатор кстати я посмотрел как он комментирует блин офигенно просто шикарный чувак я не понимаю почему нет среди кастеров квик чемпионс в виде ну реально гораздо лучше чем намошний веселый сжигать может быть потому что он фанат свой 2 потому что он часто делает такие турниры и вот теперь в рамках кайфу на без поддержки насколько я понимаю официальных лиц да то есть там призовой собирали на донатах в районе 550 по моему долларов собрали распределение я не знаю но опять же это не те суммы до по сравнению здесь все по фону как сам бывает чисто преданные самые кудвакеры продолжают не играть тренироваться и так далее это у нас супер финал играют давид дэвид давид каждый его по-разному называет я почему-то привык давидом на самом деле хотя имя собственно и так и так имеет право на жизнь вот играет давайте пусть будет дэвид привычнее другим будет слышать давид против ними но на самом деле я день за почему только отображается на самом деле соперник неймлесс если я не ошибаюсь американец и вот супер финал этого турнира но участник по моему 36 в итоге игралась со всего мира онлайн но тем не там и американцы европейцы много много ребят права и оттуда оттуда вот это у нас супер финал главный момент который хочу сказать ребят вот есть бэй 2 квайк 3 квайк чемпионс там сетевой код да сопристотавливается спинтинг 2 является реально в помощи тяжелым гораздо тяжелее чем у лайфху и чемпионс чемпионс как я понял в принципе буду меня вообще так близок да там плану да ну то есть играть реально можно у 2 вот по своему опыту это просто англию играть я вам сейчас скажу пинги которые были соперник вы не знаю для меня это вот что-то невероятное в общем играли как я полно мигантным сервере ну видимо так было честнее из двух зол убирали меньше у нэмлиса соперника давида дэвида pink 40 45 я играл на таком пинге ну более-менее в принципе залетает у дэвида пинг 105 105 вот сейчас сейчас мы смотрим матч из его глаз езды с дэвидом общаюсь приятно обобщаемся да то есть я узнал несколько лет и периодически там с ним списываюсь классный паренек ну как и все в принципе мировые звезды ребята очень позитивные то есть никаких там пальцев ничего это всегда очень приятное общение там помощь подсказки взаимоуважение в общем я с ним давно общаюсь и он не периодически дает демочки нет кида не даму он не да 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 все там быстренько с удовольствием в общем это демки заболелась на стримах были стримы этого турнира но там спектаторские а вот это непосредственно из его глаз но она так получше даже смотрится а еще одно слово про конфлик я сторонник многие знают фугубо дефолтного конфигов по их 2 и моделек и так далее при этом я сам играю все равно по зеленым модели постреляю для демок я использую дефолт вполне нормально все равно смотрится но вот более такое ностальгическое да тем более вот этих переделок конфигов текстуры их слишком много разных и какой-то винегрет я на самом деле я понимаю для игр окей да там кому-то так реально удобней но с точки зрения демок мне кажется это бессмысленно в общем я ее зову дефолтный конфиг демки непосредственно из глаз дэвида про пиг я сказал вот все вот эти рылы которые он заносит ребята пиг 110 кто играл в q2 может быть с таким пингом это некой чемпионсовский 110 это никого 110 это в два раза тяжелее это реально анрил просто анрил и вот все свои матчи на турнире именно против этого соперника на имелеса дэвид играл с таким пингом то есть это просто ну вид героин к чему я говорю иногда стрельба кажется что типа ну какая-то такая не попадает что-то чувачок а дэвид считается одним из сильнейших игроков в мире да то есть ну наверно он там топ-1 топ-2 на уровне с пури то есть это не просто принёг он не такой известный наверно как пуре и там еще ребята есть и так далее но это реально там топ-2 да ну топ-2 топ-1 наверно то есть может быть если имскую устроишь супер матч более-менее близкой борьба и может быть все что угодно если пули тоже потремится но пули уже реально мега то есть даже по меркам современному ху-2 там уже есть своего скулы вот а дэвид это такая не вы в которой просто шпилит ну не знаю очень очень круто соответственно фаворит но x110 это это фантастика тем временем у нас все равно у меня пока водная часть матчей много финале карт здесь сталь ними 10 сейчас играется в куба вот соответственно у нас потихонечку первая карта подходит здесь в принципе ну да и да все все неплохо складывается да он конечно ну видно как ему тяжело пуляется то есть по стрельбе там я с ним общался верю как ты вообще играл с таким пингом он говорит ну вот чей вообще молоко рыл ну у меня с кем-то не дам спор на тему q2 пинга и так далее то есть как стрелять на упреждение и дракси стреляют на упреждение то есть ты реально делаешь поправку на этот дикий чайший сотка любого это по сравнению славным имеется ввиду то есть это очень большая вот соответственно там брысу реально на упреждение ракету тоже с гораздо поздним расчетом траектории как ракета полетит тем не менее первая карта складывается неплохо давать еще быстренько по сетке да пока мастер матч начался там футдабл все турниры которые делает это джихарь цикла форму 2 они всегда по классике футболе иминашн встречались в полуфинале у муров уже нэйблесс и дэвид также играли на том же серваке то есть такие же были пинги 40-45 у нэйблесса там 100-105 там не сильно скачет у дэвида и дэвид выиграл 20 на этой же карте карта это q2 25 называется на ней дэвид выиграл 15-12 и потом дэйм один закрыл 50 нашел дальше по сетке на или спрашивать через нижнюю сетку при этом матче финалу за руку не было там саперник сдался и вот они снова встречаются соответственно еще вот по карту у нас сегодня в обзоре будет ну и как как и мега классика аля до м1 так и вот вот эта карта q2.5 например но и те кто играет играл в q2 там сто лет назад 20 лет назад просто папа можно не знать ну она такая очень простая маленькая и в общем она тоже сегодня присутствует она очень легкая здесь нет красного мора здесь полкинчики адреналинчик и в принципе не знаю что-то текстуру т2 может быть ну первый как нас заканчивается смотрим сейчас дальше что будет и так вторая карта суперфинала дэйм один соответственно дэвид венеров и ему достаточно просто 2ката выиграть станет чемпионом мира и сейчас уже немножечко можно по игре во первых дуэт 5 сам особо карту не знаю поэтому там тяжело комментировать а дэйм один наше все дэвид спавнился не помните с мигой но тем не менее попытался пропушить очень удачно попытался так по идее сейчас опять же можно с чейном вырываться потому что ну здесь дэвид как-то сумастошно движется так сейчас можно будет дэйм один очень конечно карта по-своему специфическая с одной стороны просто как два пальца другой стороны даже когда до кт выстрел в воду чтобы сымитировать как будто он пошел прессой здесь очень много зависит вот от таких а в принципе в ку-2 звуков короче звуки имеют огромное влияние то есть они слышатся практически через всю карту здесь тоже якобы непонятный момент на самом деле тогда сейчас поставится да поставится пендрился казалось бы что-то непонятное дело на самом деле он не знал куда правильно пойти так там учили короче мало хп попытка не попытка из бастер фас отстрелиться почти убил но в итоге лежит мига дэвид знает врывается забирает ракетой я не понимаю опять же как там попадать с пингом 100 ракетой в общем разошлись 20 он я хотел сказать немножко про то как в ку-2 дуэль ведется то есть вот именно на дм-1 вот они там на благо пристрелюсь здесь реально вот именно на этой карте если один человек стоит хорошо на контроле держит форму там реально вот нечего делать больше то есть очень часто в ку-2 люди не предпринимают каких-то особых попыток там не знают пропушить потому что это очень тяжело здесь во первых и позиция в комнате удобная хорошо очень так что пока дэвид в общем кунта и держится очень хорошо и собственно отжираешься ты там очень тоже качественно и мига здесь работает иначе по сравнению со всеми квейками мига по является через 20 после окончания действий предыдущий то есть тот уберет мега он и еще и время спал на контроле и а второй человек даже может мигать во сколько это будет мига так что он будет сейчас закрывать да здесь здесь уже не деться никуда без шансов пока на и бездушит еще и респаун и 05 дэвид горит м1 очень тяжело играется это это факт если у соперника появляется орган то там вообще все сводится появление вообще на карте потому что реально тяжело да пока ничего не получается но опять же здесь здесь надо сначала так нормально немножко крутанулась при этом он дышится убить соперника в общем сначала здесь надо выбить контроль да потом челиков немножко погонять по карте пока он там реально дохлый не станет потом только пушить потому что если ты так снова имитация как будто он идет воду если ты пойдешь просто там на человека с чейнганом не не толстый соперник будет толще тебя и начнешь стрелять позже то просто ты не перестреляешь если челик первый раскрутить чейн тебя просто сдует креветку так утащил дэвид чейн да нормально челик там тоже попытался продавить но вот так там сейчас был взят чейнган и тут же руки джампом выскочил на имя сестой сложный кружки рэйл не идет с таким пингом попадать очень-очень тяжело но из рейла да из всего я думаю там но ракеты еще более-менее если ты позиционно хорошо держишь ай 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 даст но вот достаточно смело играет дэвид опять же с таким пингом я я думаю что он будет именно больше крысить и пытаться из птишка как подрелить по хитрому дальше уже добивать а он достаточно смело играет ну по факту он вообще чела не может перестрелять. Непонятно время появления миги. Ну, видно, что эта карта прям вообще не клеится. Так, вот там сейчас мало, 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 да. Запушил. 6-2. 4 минуты здесь кулки. Так, халявка. Еще главная особенность кулка, да, то, что халява здесь это действительно халява. То есть прогонок по спауну просто просто очень много. Ку-2 это просто элемент стандартный какой-нибудь дуэли. А сначала гоняют тебя, да, или там ты гоняешь. И это не значит, что все, матч сделан, ай-яй-яй, как все плохо. Нет. Со временем ну, видно, что он не может зацепить зацепиться за модельку вражескую. То есть, тяжело очень контролятся. Спрей, надо бы правильно называть. Наверное, спрей по-кс-вски. То есть, стрельба. А вот этот Трикс видела. Я так тоже умею. Один раз в 100. С полу на шогу. Круто вот так вот в официальном матче продемонстрировать. В общем, 6-3, но времени на 4 минуты. В принципе, я говорил про респауны. В принципе, легко такой счет отыгрывается в Q2, но не с пингом 100. Он тоже отыгрывается, но просто нелегко. Очень-очень тяжело, туго. И так далее. Будет стараться сейчас Дэвид не давать чеи сопернику. Так, здесь надо не выпускать. У него или высокий сенс. Ох, удачный рейл, потому что по факту там не очень все в итоге шло по стрельбе. Сейчас могут встретиться. Нет. Не понимает соперник. Не понимает где точнее, где соперник. Q2 очень хорошо прослушивается. Поэтому ну и карты и простые и изучные там, не знаю, до дыр. Поэтому на самом деле все время знает соперник где Дэвид. Соответственно, и наоборот. Что там за пуш? у него так вот мышка? Что он делает? Я не понимаю. То ли думал, что совсем там однофпшный. Фигня. Немлис на самом деле страдает. Ну реально прям ерунду творит. Не знаю в связи с чем. Может быть какой-то агр словил. интересно вот эти конечно срывы это то ли с биндами связаны там с ускорным драку вроде джампа сейчас короче реально саперник не творит. Блин. Что они делают? Что они делают? Не понимаю. 377 ну по факту возможно Немлис просто сдался в тот момент пошел пошел под раздачу но в итоге это счет он сравнял и сейчас очень плотненько ай как неудачно и смотрите чейн вообще не попасть просто там был пинг по-моему 117 чуть ли не в общем чейн в молоко ну что он сделал то зачем на таком тайминге за 20 секунд вот так вот с чейном отпрыгивать да 1 1 третья карта тоже классика стенд 2 м3 рейдж со временем я много играл до сих пор она в мете ну вот конечно просто победа из рук ушла в очень странных обстоятельствах я не сейчас не прокидь теории заговора а просто какого-то дурака сваляли оба сначала неймилис какую-то расслабленность показал потом давит подумал вообще не попасть просто не попасть кошмар арморка здесь спаунятся очень быстро то есть отжираться очень легко а вот пушки по 30 секунд и соответственно в Q2 не на всех картах но на многих реально пушки контролились да там на какой-нибудь килинмашин втором затеяние там было нормально ракету вообще не давать сопернику просто прыгай забежать это и что ты не поделаешь так должен заберевать так там вообще никакущий ушел тоже триксик и хороший рейл по триксам у Дэвида все шикарно надо пушек не давать сейчас еще и меру сопернику армор соответственно 20 секунд это реально быстро взял пострелялся отошел назад и армор уже заспаунилась но при этом когда соответственно на арморе не ты так лежит где мега да 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 лежит когда на арморе не ты так же пусть не отделяется по час по факту разменял Дэвид мегу на хэви отдал врагу но следующий там через секунд будет так здесь надо закрывать 1 хорош и как с ариспан это не попал он ему дропнул ракету он ему дропнул ракету типа чувак дивись ну понятно что это некий основной и призовой не 150 тысяч долларов здесь какой-то элемент фана в матчах присутствует хотя опять же таких вещей ну я мало Q2 смотрю но не так чтобы чел халяви со спауна я уже по-моему говорил Q2 со спауна это действительно халява это 100 хп против Рыла который тоже 100 снимает вот такие вот дикие ракеты со сплэшем 99 в лоб пау ракета я не помню сколько точно пау больше что снимает мне кажется что не 120 ну 110 120 не не помню не буду брать в комментах ребят кто помнит поправьте в общем халявка то разозлилась не то что разозлилась взялась за уму и уже наемец вперед вырвался так мегу пытается забрать ну тайминга у него не знаю есть нет не помню последний мегу брал настоять ждет да все сейчас пошел отсчет меги соответственно если демеж не получать и брать там маленькие аптечечки такие эти хилсинки пятикопеечные тогда мега вообще не появится больше на карте ну естественно так как постоянный размин по демиджу все таймер не сбросился через 20 секунд появится новая малый кто в таймингах куду не слишком осведомлен ну вот челик бывает тяжеловато конечно из красного но по факту три рульсы надо попадать подряд и при этом там еще есть адреналин это такая мега аптечка которая если здоровье меньше то она сразу поднимает до соточки очень очень часто выручает вот она там рядом с хэвиком с красным есть малдевит сейчас надеется на то что он с милой и пытается перестрелиться а вот здесь могут дожать нет ушел наверное не стал душить соперника до конца на красном стоять крайне выгодно потому что желтые выше сопки по моему не лезут ребят все забыл сейчас походу карту может быть вспомню не помню как работает система арморов но соответственно здесь никак внутри армор имеет свой цвет и в зависимости от этого поглощаемый урон также меняется как раз адреналинчик больше утащил чтобы сопернику не достался он соперник будет по идее забирать пытается пушить стрелял там контроль ну стоп а и ракета не не кончилась пробую пушить сейчас просто отдастся но видно что реально не не попасть а играть надо и не мисс сейчас с красной точнее хочу чтобы он желтых набрал все таки пытаться вспомнить как накладывается желтый шардами если я не ошибаюсь можно в бесконечности отъесться и армор самое главное в отличие других квейков новых он не тикает вниз так мигать теперь адреналин тоже по таймингу убираться адреналин раз в минуту он имеет бинды на тайминг вернее яркий комнат это работает но когда ты берешь девайс нажимаешь кнопочку и соответственно тайминг легче ловить потом ну вот он сейчас написал плюс 20 следующий помню точно где-то как раз вот такие команды писали и там таймер звуковой который тебе говорит во сколько будет следующий или через сколько ну как сейчас работает не помню у нас две минуты до конца 4-1 ну отбегать здесь вполне реально единственное ну с таким бингом тяжело попадать даже сейчас пушить вообще не попасть просто вроде все рассчитал нацелился на пик 100 100 с губом очень тяжело конечно играть вообще турнир но он начался в тот же день когда был финальный день кое-чемпионс начался по-моему не помню днем там не суть в том что закончился он в 6 утра по Москве то есть это это жесть этот такой был тяжелый марафон для игроков реально очень поздно закончился так соперник уже просто убегает потому что ну собственно и одна минута первая серия может быть взята по-моему финал лузеров как раз не игрался по причине того что время было дико позднее и соперник тот кто мог так же выйти в финал он просто забил ну собственно gg уже написали соперники ну вот пинги 45 104 и пошла у нас вторая серия теперь собственно нимлис пробился получается сетпоузеров и у них последний best of 3 остался и так же карта кут воды дуэль 5 это выбор дэвида ну соответственно нимлис дэйм 1 получается берет потому что когда они встречались в генерах ровно такие же карты были кут воды м5 и о хорош о хорош красавчик ну вот пинг на респаунах написал представляю что пинг 40 поэтому так попадаю в общем когда человек на респе спаунится там в принципе даже с пингом 100 ну ты просто в этот респ наводишь ориентируясь по звуку или там вообще наугад стреляешь в респ ну из разряда вдруг там появится соперник там она зайдет все равно это не подружишься модельке попадать это это спаун фраг хороший начало 3.0 меньше чем за минуту а здесь обидно граната сильная ну вы поняли граната в ку-2 сильная опять же с учетом что со спауна 100 хп хорош 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 сразу же спаун фраг взял интересно конечно карта здесь просто два полтинника и все там по-моему что-то мелкое еще есть но вот красный армор не одержишься битвы тоже нету основная часть карты все-таки вот это во-первых здесь есть ракета все удобные доступ внизу две аптечки большие наверху адреналина то есть проще после перестрелки отъедаться будет ну вы видите да что рейл просто не просто не залетает ну и чейница тоже спирит конечно тяжеловато сейчас могут запилить что происходит здесь заранее стреляют раскручивают точнее чейн дэвид но соперник перестреливает проблема ну квадреналин хорош встретил здесь двух ракет при любых раскладах будет достаточно потому что банально просто не отожраться хорошо конечно контроль отдает дэвид но играть еще достаточно много но вот если я точнее если мы вспомним счет на первой карте в первой серии 24 на 7 там конечно гораздо жестче ждал дэвид но здесь соперник почувствовал что может он победить опять же да он еще должен помнить всегда о том что у него реально колоссальное преимущество в пинге поэтому счет такой гораздо уже более опасный и человек душит но так вот просто в упор подходит надеюсь что так легче будет попасть на все так оно и есть но рейл просто просто не работает потому что это нереально так попадать так это смысле нереально изрельсы с таким пингом попадать там мало хп соперника лифта нет нарисовался но отпускает моделька здесь тоже орать может долго если человек с армором начинается когда хп мало хорош чейн сдувает при правильной сноровке очень качественно так спаун фраг красивый утаскивает ними спал доз что по пушкам пушки как я говорил по 30 секунд и часто просто нечем стрелять получился триксом забрать порой дэвид реально стреляет контроль предполагает что соперник может там быть но просто не уверен в том что у него будет шансов попасть если он будет видеть хорошо модель лучше напряжение на удачу шмальнуть чисто таких открытых перестрелок реально откровенно мажет в причине столь высокого пинга меньше 4 минут осталось 4 фрага преимущество конечно это вообще ни о чем здесь может по спалам очень жестко не повезти там очень мало и бластером убивает соперника дэвид снова плюс 4 как ему тяжело дается там меню тоже никакущий ну вот адреналин для дэвида внизу еще большая аптека которым можно запасти пушек нет но сейчас ракета по идее появится если неужели лежит рэл просто я реально не считаю за пушку ну мало конечно попадает вынуждена а челик пушит так закончился чей там кстати у обоих сейчас очень мало адреналин вот-вот по идее появится хорош хорош здесь будут течения отходы не в ходе нэмлис но в целом конечно 2 турнира это реально очень большая редкость есть и дэйл европейская дуэльная лига но она очень галло обычно дайвируется в последнем стадии как всегда регится людей много под конец там часто очень сильно затягиваются матча плей-офф а больше то по сути ничего и нет но тем не менее здорово что такие турниры есть пусть они не проходит в онлайне с такими жесткими фингами блин просто вот чел включает чейнг включает бусфорвард ломится нас это не понимаю что он не попадет что он рыцой но только вот по принципу удачи очень важный сейчас враг просто важнейший делай дэвид потому что если бы была 9-1 но она все равно наступила вдруг было бы всего лишь плюс 2 но сейчас у нас плюс 3 что вы прогнал разошлись последние лавни из таких прям значимых по-моему пару лет может назад был койкон ну в рамках койкона не в рамках точнее одна из дисциплин койкон была соответственно у 2 дуэли как раз дэвид выиграл то есть он поехал в Америку на этот турнир и там вообще без проблем затащил ну из Европы по-моему так он был хороший рейл тоже очень важный потому что вот сейчас то время как раз когда уже такой отрыв не дали знать не знаю какой форсиспан время спана принудительное ку-2 по нынешним правилам но все равно времени очень-очень мало так сейчас по идее должен закрывать пытается все равно из рейла стрелять все равно попадает что-то даже красавчик красавчик просто вымучивает но это его карта первой серии он так же ее взял вот такие да такие попадать можно когда попрыгнули и они на тебя прыгают и снова ку-2 дым-1 интересная фраза была подключение что сервак что-ли поменяли но это не точно и смотрим и получается пятую карту этой супер финансер неплохой спаун успевается так аниме на ракете берет мне главный мес стараться надо ее подздуть сразу чтобы следующую самому забрать вот взял девичейн просто стоит ждет следующий полтос ну мега по-моему еще не не пошел таймер хотя там человек делал роки джамп ну на плюс и шок его поход слов возможно сейчас прыгай появится он пока просто так в кунгке накопался у соперника только ракеты из таких ключевых чейня нет рейл понятно что нет карте роган попробую еще взять но сейчас хороший контроль кунта опять же самого дает только чейн и ракет не помешает несмотря на то что ракета здесь две на этой карте груз они ох какая гранаточка должен добивать ну просто гренка божественна да ведь вообще мастер хангренетт шикарную занес ну фактически она зарешала момент там уже чисто добить чейн душить и может кусту отдать нет ну сапорник не пойдет конечно будет пытаться выходить там хп вообще нету ну что пойдет за рейлом так это у нас типа пошел хорош встретил там нет хп но это минус один потому что в q2 q3 с высоты падаешь ноги ломаются и в q2 особенно это влияет то есть с очень большой высотой касс там дамаж просто нереальный можно получить никак максимум здесь может дамаж очень быть это имеет значение он сейчас телеку код снова прилично ну начало хорошая комната контроль мега контроль сачели просто на второй половинке карты что-то пытается там изображать но реально так q2 dm1 играется то есть это такие тактические майнгеймс потому что в комнату зайти с ракетой очень-очень тяжело но вот сейчас зашло прям в торец древида с ракеты мог ну грубо рада давить сразу не бежит интересно пошел запилить ай там просто просто лох п ну можно сказать выиграл там минутку времени дэвид этими действиями фраг не сделал но челика сейчас будет не видно не слышно можно опять же попытаться еще раз атаку организовать зарыл я думаю не пойдет дэвид потому что большой риск вот если бы он после той атаки сразу пошел бы он бы тогда взял на изи а сейчас конечно смысла нет или просто взять имиги ой-ой-ой сейчас могут на вторую тоже хп нет он а он из кунта ушел он отдашь всю карту еще место коварно запилить могут там нет очень хороший хороший чин показал там был прилично этому сотку точно разошлись пол матч у нас оттикало ну и все контроль за соперником здесь даже ракеты кстати нет до сих пор у дэвида только шоу гэйчейн еще он будет пытаться пушить соперник во-первых отыгрывать счет во-вторых за счет позиции пытается не пустить там нет хп он должен умереть от одной пули да там еще армор взят не помогло так спал чингана повезло самый лучший спан который мог быть для него он и случился до сих пор ракета же нет но она не нужна м1 она очень здорово она открыта здесь ракета с таким пингом мне кажется вообще роль играть не будет но те кто конечно с пингом играет они не согласны со мной все нормально не попадает но насколько я могу судить по мне тут конечно так секунды не прошло но замешался дэвид на этой арене то есть надо было ближе ему к лифту стоять сейчас могут быть большие проблемы пытается хранить как ах как не угадал подумал что что за ним что идет сейчас может вставлять тогда снова будет третья таки есть контролька ракеты закончились про звуки я немножко говорил в общем суть в том что тут два такие звуки что почти всегда наш дед соперник находится более того что он делает поэтому изобрели дропы пушек выстрелил в воду чтобы пытаться запутать максимальный соперника здесь должен сгнивать дэвид блин ну очень тяжело там нет хп вообще я но не стал конечно лезть до конца там счете ведет но он имел сейчас по идее даже всю какую съедать и смогут как новый а чуть-чуть чуть-чуть вообще хп на карте нет но аптека здесь тоже спавнится но мы быстро а все за дом вот только по миссагам дэвида может что-то вспомнить ну про него конечно такое не сбывается никогда полторы минуты осталось дэвид ну собственно в шаге от победы стоит на ракете ну собственно к нему можно только кинджам сделать хотя не знаю соперник там ракетка здесь у самого может и нет потому что опять же если ты комнату держишь с чейном то ракету взять не так уж просто по-моему сейчас с гранаткой взял гранат-джампом на имя с ракету звук бама так ракета нет пошла последняя минута этой карты одна ракета 80 армора волнительно так пошел в пуш хороший принцип что по пушкам только шога здесь нужна ракета так услышал руки-джамп сейчас дэвид а может быть руки-джамп еще выше да так и есть а вот это офигеть офигеть gg 3-1 как зашло вот такой турнир да написали gg все конец красавчик давид написал что ему на работу через 3 часа всем спасибо за просмотр 1 2 2 2 3 4 5 6 6 7 9